Я не была уверена в том, чем я занимаюсь. То есть я очень много интересовала, я очень сильно сомневалась перед сеансами. Как ты оцениваешь стоимость своего сеанса? Там так много, их нужно ставить низкие цены, нужно там интересовать много, нужно завлекать их. Я занимаюсь с цитировками, потому что думают, что вот, они будут купаться в деньгах. Всем привет, меня зовут Галия. Добро пожаловать на мой тип-канал про HandFolk. В сегодняшнем видео я познакомлю вас с HandFolk-мастерицей из Алматы, у которой я взяла интервью. А прежде чем мы начнем, я хотела бы поделиться с вами новостями. Мой онлайн-курс по HandFolk наконец-то запущен. Прохождение данного курса даст знания, необходимые мастеру, для того, чтобы ответить на любые вопросы потенциального клиента. Откуда появился HandFolk? Кому противопоказано делать татуировки и почему? Как правильно организовать рабочее место? Львиную долю информации занимает именно подготовка к сеансу. Ведь это необходимо, если вы решили освоить эту технику, не имея никакого опыта и знаний по этой сфере. И самое главное, что дает этот курс, это подробное описание и демонстрацию техники HandFolk. Тарифные планы, в которые входит и набор для HandFolk, и курс, включают в себя скидку 20% на курс. Больше информации по курсу ты можешь получить по ссылке в описании к этому видео. А теперь перейдем к самому интервью. Привет! Добро пожаловать на интервью. Очень рада тебя видеть. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, кто ты, откуда, сколько тебе лет и чем ты занимаешься. Окей. Всем привет, меня зовут Дана, мне 21 год, и я HandFolk тату-мастерица Ломаты. Как долго ты занимаешься HandFolk? HandFolk я уже занимаюсь второй год. До этого я год занималась титу-машинкой. Ну, как пускай не год получился, да. Как бы ты описала свой стиль? Я описала свой стиль как срадый минимализм. Ну, наверное, еще и срадый детский минимализм, потому что у меня все татуировки... Я обычно люблю делать цветы в татуировке, и я стараюсь делать их не самыми прям идеальными, не вылезанными. И вот так я описываю свой стиль. Расскажи, как ты пришла к этому стилю? Я шла к этому стилю очень долго, на самом деле, потому что в начале пути я делала милых животных, котиков, табач, машинкой. И я была очень далека от нынешнего стиля, и в какой-то момент, когда я понимала, что работа не приносит мне такого удовольствия, как я считала, я уже начала пересматривать то, как я вижу свой стиль, то, как я вижу свою работу. И вообще, в принципе, во всей жизни я страдала перфекционизму. То есть делать идеальные линии, делать что-то идеальное, рисовать идеально. То есть это вот... Я так сильно парилась, что не давала себе расслабиться и наслаждаться работой. Поэтому в какой-то момент я решила, что, блин, нет никаких правил, нет никаких стандартов, можно делать все, что угодно. И в этом еще и плюс помогли мне разные хэндпок-мастера, не только хэндпок-мастера, но и другие мастера, которые работают машинкой. И я, получается, поняла и разрешила себе быть такой, какой мне хочется. И поэтому сейчас вот эта философия моей жизни, то, что можно быть неидеальным и разрешать себе быть таким, каким мы есть на самом деле, это вот дало мне такой большой буст в развитии стиля. И я считаю, что вот я, это его стиль, это отражение моей философии в жизни. Почему ты решила заниматься именно хэндпоком, а не продолжила работать машинкой? Получается, в начале пути, то есть меня обучили. Я пошла к первой попавшейся мастерке. Я даже не смотрела, чем она занимается, что она бьет. Тем самым я считаю, что человек, если, например, следить за мастером, ну, то есть если хочет пойти на обучение, то человек должен понимать, что чем он хочет заниматься. Вы должны понимать друг друга, и у вас должна быть какая-то, какие-то точки соприкосновения. Тогда, то есть обучение будет намного лучше, и все, в принципе, будет намного лучше. Я как-то пошла очень слепо. Я, получается, научилась хоть как-то или как, работала. Я не была уверена в том, чем я занимаюсь. То есть я очень много трассовала, я очень сильно сомневалась перед сеансами. Я боялась вообще бить татуировки людям, и это вредило мне. То есть без уверенности я не могла работать дальше. Я даже взяла какой-то перерыв в работе. Я уже думала, что где-нибудь, наверное, то есть не стоит уже работать, потому что я плохо делаю, плохо работаю. Думала так. И потом, на карантине уже, когда я, типа, все закрыла, все сидели дома, я смотрела какие-то тиктоки, видосики, и, то есть, я поняла, что, блин, хочу татуировку. И я думала, что, ну, от шкафа валяется, типа, весь набор, он уже валяется, ничего, типа, не делается. Я думала, блин, набью себе татуировку. И я сделала первую татуировку хэндпоком на себе. Это, получается, я сразу же делала в цвете, хотя, на самом деле, цветом же чуть-чуть сложнее, чем черной краской. Я сделала, и я поняла, что это вот мое. То есть я такая, вау, типа, мне так спокойно и медитативно, это такой процесс, и он меня успокаивает. Я не стрессую, мне хорошо, и я поняла, что вот, это то, что я хочу. После этого, тогда, когда я только начала делать хэндпок, у меня не было прям такого, того самого стиля, который сейчас есть у меня. Но уже тогда, типа, я понимала, что вот, типа, я бью хэндпоком. Это не татуировки, которые, не знаю, классом ниже, или не тру татуировки, как некоторые могут читать. Это такие же классные татуировки, и это стиль особенный, ну, техника особенная. И в этом можно развиваться. Вот так вот я начала заниматься хэндпоком. Вопрос, который очень часто волнует именно начинающих мастеров, это как ты оцениваешь стоимость своего сеанса, и каков у тебя сейчас диапазон цен. Окей. Вообще, стоимость сеанса сейчас я рассчитываю так, что, то есть, какой размер татуировки, какое место. Бывают такие места, где, ну, место, конечно, меньше влияет, но больше всего влияют детали, количество деталей, да. То есть, если это сложная татуировка, на каком-то сложном месте, я беру больше, то есть, и сейчас я стараюсь не обесценивать свой труд, не стесняться того, что, вот, типа, я так работаю, то, что у меня такие цены. На самом деле, мне не прям-таки, наверное, сейчас высокие цены, как вообще должны быть, потому что как они, в принципе, обесценивают татуировки. То есть, это не какие-нибудь, такие, не знаю, очень реалистичные, большие рукава. Маленькие-средние татуировки я беру от 13-15 тысяч и до уже, смотря уже какой размер, то, вот, наверное, если прям совсем большая татуировка, я уже буду брать от 30 и выше. Мы должны включать стоимость расходников, стоимость вообще всех материалов, которые уходят, и плюс время, которое мы затрачиваем на это. И еще мне помогает смотреть на цены других мастеров, типа, я как-то отталкиваюсь, например, меня очень помогают смотреть на цены, ну, как бы, на рассуждение о цене других мастеров, например, которые с Россией. Такой вопрос, есть ли конкуренция среди хендполка, вот, как ты начала заниматься, и как вообще с ней справляться, если она есть? Вообще, то есть, в Казахстане сейчас мало хендпокеров, и вообще, типа, ну, много татуировок других. И сейчас много татуировок делают разные штуки, то есть, в принципе, на первом этапе много татуировок, и в начале пути я считала, что, блин, так много их, нужно ставить низкие цены, нужно там не зарисовать много, нужно завлекать их. Сейчас я поняла, что если, типа, мастер уверен в себе, и если, например, я уверена и ставлю свои цены, которые мне комфортны, и у меня есть свое видение и свой стиль, то у меня, то есть, у каждого человека будет своя аудитория. Да, типа, ну, конкуренция есть, но это не такой критический фактор, кажется, и если кто-то хочет чем-то заниматься, то он не должен смотреть на конкуренцию, то есть, в принципе, сейчас много людей, и, в принципе, очень много вообще видений, мнений. Я считаю, что в начале, когда вот сам была начинающим мастером, я боялась этого, сейчас я не боюсь, наоборот, радуюсь тому, что у нас много мастеров, и то, что люди могут сейчас бывать в разных стилях татуировки, могут ходить к много разным людям, и вот. Ну, кстати, круто то, что очень много разных стилей, особенно, когда ты начинаешь следить за разными мастерами, открываешь для себя вообще разные стили, даже в квенполке какие-то разные техники они используют, это очень круто. Вообще, скажи, у вас в городе много хэндпокеров? Вообще, сколько примерно ты знаешь, может, с кем-то знакома лично? Так, в студии мы работаем, у нас такая, так сложилось, что в студии у нас почти все хэндпокеры, кроме одной девушки. Есть три девушки, и это мои подруги-коллеги из незнакомых, но тех, кого я видел в Инстаграме, вот я знаю человека три-четыре, может, хэндпокера. И странно, что вот все они девушки, то есть я еще, кстати, не встречала в Алма-Ате парни хэндпокеров. Ты всех своих подружек обратила в хэндпокер. Да, молодец, распространяет. Как вообще привлечь клиентов, и если ты начинающий мастер, где ты находишь своих первых клиентов, это тоже очень волнующий вопрос. Ну, кажется, когда я начинала, и вообще, когда я вот серьезно занималась продвижением своего профиля, самый главный, так кажется, ресурс огромный, это сарафанное радио. То есть просить друзей репостить, просить друзей делиться, там, не знаю, если там есть друзья друзей, они все приходят, и потом уже, если им понравился сеанс, если им понравилась татуировка, они делятся этим. И кажется, вот в татуировках это огромный ресурс сарафанное радио. Но в какой-то момент, когда вот начинаешь работать, и этот ресурс исчерпывается, тогда мне помогло то, что я там по бартеру кому-то била татуировки, например, с этим блогером, и, конечно, суперкрупным, но таким средненьким блогером я била, и это тоже было полезно. То есть такая вот реклама, если, конечно, знать свою аудиторию, и знать аудиторию, ну, ту аудиторию, которую ты хочешь получить, это будет полезный инструмент. Также, ну, сейчас я пользуюсь таргетом, потому что это очень классный инструмент, и сейчас, в принципе, вся вот эта вот жизнь тату-мастеров, все происходит в Инстаграме, и, в принципе, все люди сейчас, типа, и шопятся, и там, не знаю, все делают в Инстаграме. И вот, если усвоить таргет, разобраться, конечно, там очень много всяких, не знаю, нюансов, но если там уделить время, не бояться, не бояться ошибиться, тогда все получится, и это вот хороший инструмент, я считаю. Ну, таргет, он действительно работает. Единственное, что я сейчас переживаю, как бы этот Инстаграм не загнулся в ближайшее время, а то что-то такие прогнозы уже нет, неутешительные. Вот, ну, будем надеяться, что все будет нормально работать. Сейчас мы перейдем к Блицу. Это несколько коротких вопросов, на которые тебе нужно будет ответить быстро, в течение 10 секунд. Так, погнали. Любимый хендпокер? Так, это Собиденька. Работала за еду? Нет. Поддевать или нет? Нет. РС или магнум? РС. Делала тату в интимных местах? Почти я делала над лобком. Ну, и прямо над лобком, но прямо на куточке. Парню или девушке? Парню, и потом еще и девушке делала, но близко к лобку. Я тоже именно там делала и парню, и девушке, прикольно. Что в хендпоке тебя бесит? Бесит менять цвета краски. Когда работаешь, иглу промываешь и так далее, да, еще больше всего. То есть ты, получается, иглу не меняешь, а полоскаешь и перехожешь к лобке. Да, да, да. Каждый раз менять иглу, когда у тебя 7 цветов, кажется, да. Ну да, понятно. Твоя самая дорогая татуировка? Так, это был сеанс... Один сеанс, то есть я делала как бы сет татуировок. То есть не одна, а три татуировки было, это примерно было 45 тысяч тебе. Планшет или традишка? Планшет. Он прощает ошибки. Да. Не усложняем себе жизнь, в общем. Салфетки или ватные диски? Микс. Я использую то и то. А как ты их используешь? Я вот большие поверхности, например, рабочие протираю салфетками, а когда работаю, использую ватные диски, а когда нужно промыть в конце сеанса татуировку, я использую салфетки. Спасибо за ответы на Блиц. И теперь от тебя хотелось бы услышать важное наставление, какой-то совет, который ты бы хотела дать нашим начинающим мастерам, зрителям. Совет из всего моего опыта, это то, что нужно в первую очередь, перед тем, как заниматься, вообще учиться, делать татушки, нужно понять, что ты хочешь вообще от этого дела. Я считаю, что татуировки это искусство. То есть это в первую очередь зарабатывать деньги, потому что некоторые занимаются татуировками, потому что думают, что вот, они будут купаться в деньгах. Нет, на самом деле. Да, и в первую очередь нужно понять, какие эскизы хочешь убить, что ты хочешь делать, чем ты хочешь делиться с этим миром, то есть что ты хочешь транслировать в этот мир через свое искусство. То есть в первую очередь это понять, что ты хочешь, как ты это хочешь делать, а потом уже выбирать. Ты будешь учиться сам, через интернет и прочее. Либо ты хочешь какого-то наставника. После этого второй совет это то, что нужно быть уверенным в себе. То есть, например, техника, то есть, как бить, хорошо бить, это все приходит с опытом. Это не самое главное, кажется, для меня. Самое главное – это вот быть уверенным в себе. То есть, когда ты уверенный мастер, когда ты наслаждаешься своей работой, то есть, если ты уверенно наслаждаешься этой работой, тогда ты будешь расти. То есть, обратя уверенность, ты не будешь стесняться ставить цены, ты не будешь стесняться, там, не знаю, ты сделал ошибку, ты стесняешься, ты там скрываешь. это не будет давать себе рост. И главное, это просто обретать вот это понемногу. Я понимаю, что это не придет в один день. Это будет долгий процесс, но главное просто разрешать себе быть, совершать ошибки, разрешать себе быть таким, каким ты хочешь быть. Тогда ты обретаешь уверенность и дальше растешь. Я считаю, что это самое главное, что только может быть в этой работе. Какие мудрые слова. Спасибо тебе большое. И за то, что поделилась с нами. Всем своим опытом ответила на интересующие вопросы. Спасибо вообще, что пришла и согласилась на это интервью. Я думаю, что наши зрители будут благодарны тебе и оценят это. Подписывайтесь на Дану в инстаграме, следите за ее творчеством тоже. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что пригласили. Спасибо всем. Пока. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Также пишите, если вам понравился этот формат. Я буду снимать больше таких интервью. И знакомите вас с разными хендблок-мастерами. Благодарю за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...